Освоить язык программирования теперь школьники смогут бесплатно. В Махачкале проходит отбор в Яндекс.Лицей. Так, ученикам 42-й столичной школы рассказали о необходимом перечне для поступления. Какая она уникальная Яндекс.Школа и как проводится отбор, расскажет Карина Баталова. Изучить язык программирования Python и освоить промышленное программирование могут теперь и школьники. Чтобы попасть в Яндекс.Лицей, необходимо пройти онлайн-тестирование на портале разработчика до вечера 11 сентября. После предстоит очное собеседование. Всего образовательная программа рассчитана на два года и нацелена на учеников 8-х и 9-х классов. Даниил также намерен подавать заявку. В будущем он хочет стать программистом. Знания помогут ему при поступлении в престижный вуз. Существует два направления для программиста. Это веб-программистика и программист именно программ. Ну там тоже, они тоже делятся, но Python, он больше нужен для тех, кто занимается программами, именно создания программы. Но Python это очень нужный язык в сфере программистики. Его изучать нужно, если ты хочешь стать программистом. Приложение хорошее. Я недавно о нем слышал, я заинтересовался, просмотрел. Ну и могу сказать, что у него есть будущее. В Махачкале Яндекс.Лицей будет работать на четырех площадках. Это ДГУ, ДГТУ, Университет народного хозяйства и IT-куб. Занятия проходят два раза в неделю, во второй половине дня. Ребята будут учиться по программе Яндекс.Лицей в рамках основной школьной программы. После двухгодичного обучения в Яндекс.Лицей учащиеся приобретают статус программистов джуниор, что означает учащиеся старше курсов, либо выпускники уже без существенного опыта. Вузы будут заинтересованы, чтобы именно такие ребята к ним приходили, потому что это уже детишки с хорошей базой программирования. Отметим, Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В этом году он набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана. В Дагестане он будет работать при поддержке двух республиканских ведомств – Минкомсвязи и Миноборнауки.